Совсем недавно, рядом с домом, где я живу, упала огромная сосна. Она весила несколько десятков тонн. Выглядела так красиво, как мощное дерево. Ей было больше двухсот лет. Когда эту сосну стали пилить, то оказалось, что ствол очень крепкий, сильный, жизнеспособный. И понять долго не могли, почему же без всякого ветра, урагана упала сосна. А потом оказалось, что всего на полметра от земли сгнил ствол и отделил дерево от корней. И это могучее дерево, ровесник Наполеона, рухнуло, потому что не было связи с корнями. Вот это образ того, что происходит с человеком, с семьей, с народом, с государством, если обрывается корневая система. Не нужно никакого ветра, никаких землетрясений, никаких войн. И великая страна может рухнуть за несколько дней. И мы являемся свидетелями того, как это произошло в 90-е годы. Для того, чтобы не рухнуть, как человеку, личности, чтобы не разделиться семье, чтобы сохранить народ, государство, нужно сохранять не только плодоносящие ветви и собирать плоды. Не только любоваться мощным стволом этого древа, но нужно помнить и заботиться о корнях. Потому что корни удерживают дерево. Корни – фундамент в том числе и жизни человека, жизни государства. Мы сегодня празднуем День Святых Равноапостольных Кирилла и Мефодия. Тех, кто, собственно говоря, и создал эту корневую систему нашей нации. Они пришли в страны славянские для того, чтобы проповедовать Христа. Но в отличие от других миссионеров, которые говорили по-гречески или даже по-латински, они, будучи просвещенными греками, поняли, что непременно нужно Слово Божие передавать людям на их языке, а языка-то не было. Люди только говорили, не грамматики, даже азбуки, алфавита не было. И братья великие, равноапостольные, стали создавать и алфавит, и азбуку. И вскоре перевели на славянский язык самую важную книгу – Евангелие. Вот там-то и есть наш корень. И если мы будем не помнить этих корней, если значительная часть населения России никогда в жизни даже не откроет Евангелие и не подумает над тем, что там сказано самим Богом, навряд ли мы сумеем сохранить наше могучее древо нерушимым. Спасибо. Спасибо.